Сегодня готовим летний овощной салат. Он к нам пришел из Греции и так и называется греческий салат. Для приготовления греческого салата я покупаю такие овощи, как перец, синий лук, помидоры, огурцы. Беру фету, маслины и мне для приготовления соуса еще понадобится лимон, соль, перец и, конечно, оливковое масло. Я начинаю обычно с нарезки огурцов. Отрезаю верхушечки огурцов. И можно попробовать сам огурец. Если кожа горчит, можете кожу снять. Вот эти огурцы кожа не горчит, поэтому я кожу не снимаю. И вот так вот их на 4 части разрежаю и достаточно крупненько вот так вот нарезаю. То есть греческий салат это такая крупная нарезка, не мелкая. Беру один небольшой перец, срезаю верхушку, чищу его от семян. И перец я тоже крупно нарезаю. Конечно, вот у меня обычный такой перец, белозерка. А если есть такие красивые перцы, вот эти оранжевые или красные, тогда салат будет еще красивее. И тоже так на 4 части я разрезаю перчик и достаточно крупно нарезаю его. Очередь помидор. Я беру только вырезаю верхушечку, вот эту сердцевинку. И точно так же сейчас разрежу каждую половинку на 4 части. И так вот тоже крупненько нарезаю помидоры. Крупная нарезка овощей, во-первых, она позволяет сохранить сок, они не так текут. Вот теперь я перемешиваю нарезанный огурец, помидор и перец. Маслины я беру без косточек. Сейчас я возьму, чтобы стек росов, их на дуршлаг. Тоже маслины берите по вкусу. Кто-то любит больше, кто-то любит меньше. Маслины у меня небольшие, поэтому я их просто разрезаю пополам. И сверху выкладываю уже на этот перемешанный салат. Сыр фета я покупаю самый обычный, коровий. Конечно, в Греции берут козий или овечий сыр. Но я беру наиболее доступный в супермаркете. Это коровий сыр фета. И тоже его крупненько нарезаю. То есть все готовлю и все нарезаю крупно. Такими квадратиками. Берем синий лук, потому что это сладкий, вкусный салатный лук. И как раз для греческого салата он то, что нужно. И нарезаем такими тонкими полукольцами. Я даже на четвертинку разрезала, потому что у меня крупный лук. Поэтому такие четверть кольца будут. Все, в принципе, достаточно. Выкладываем сверху его. Приготовим самый обычный соус. Я возьму 2 столовые ложки оливкового масла. Дальше мне понадобится лимон. Я выдавлю лимонный сок. Так, отрезаю такую приличную дольку лимона. И выдавливаю лимонный сок. Осталось только посолить, поперчить. Если есть орегано, то еще надо добавить орегано. Будет тоже вкусно. Если кто-то любит, можно даже орегано сверху присыпать. Если при выдавливании лимона попала косточка, ее просто потом заберите. Потому что они тоже горчат косточки. Соусом мы заливаем уже непосредственно перед подачей на стол. Тогда ваш салат не потечет. Будет красивый. Я сейчас залью соусом и не перемешиваю салат. Вот так его и оставляю. Все, заливаем соусом. И наш салат готов. Греческий салат, благодаря своей легкости и простоте, недаром завоевал такую популярность. Он вкусный, сытный, полезный. Так что готовьте и получайте удовольствие. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова